Парламентарии Республики работают над поправками к законопроекту об изменении пенсионного возраста. Сегодня депутаты Государственного Совета поддержали предложенные президентом страны и принятые правительством Чувашии налоговые льготы. Согласно законопроекту, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса, с учетом рассматриваемого законопроекта, право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц имеют пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, соответственно, мужчины и женщины. Согласно законопроекту, женщины, достигшие 55 лет, а мужчины 60, освобождаются от уплаты налога на индивидуальный дом, квартиру, садовый участок, гараж, а также помещения творческих мастерских. Согласно данным налоговой отчетности, за 2017 год льготу получили 174 тысяч пенсионеров. Сумма льготы составила за 2017 год 91 миллион рублей. С 1 января 2019 года по земельному налогу предусмотрена налоговая льгота в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности пенсионеров. А с учетом законопроекта, льгота предусматривается также для лиц, достигших возраста 60 и 55 лет, соответственно, мужчины и женщины. Планируемое количество льготополучателей порядка 150 тысяч. Сумма налоговой льготы более 24 миллионов рублей. Обсуждая законопроект, депутаты фракции «Единая Россия» оперируют цифрами и статистическими данными. Если не принять действенные меры сейчас, то в ближайшие 10 лет выплачивать пенсии станет сложнее. В 1979 году 4 работающих на одного пенсионера. В 2009 год 3 работающих на одного пенсионера. Сегодня 2. Тенденция понятна. И в дальнейшем, я уверен, большинство, кто сегодня против, поймут, что это правильная мера, правильная реформа. Ну а сегодняшний законопроект, он необходим, потому что я уверен, что закон непопулярный будет принят. И только потом заниматься вот этими всеми льготами, я думаю, будет неуместно. Можем опоздать с чем-то. В Коммунистической партии России сохранение налоговых льгот также поддержали, но остались непреклонны в своей позиции по изменению пенсионного возраста. Мы, сохраняя льготы и голосуя за эти льготы, говорим о том, что пенсионный возраст повышать нет никакой необходимости. Можно было бы оставить пенсионный возраст такой же, но при этом сказать, раз у нас рабочих рук не хватает, продолжаете работать, уважаемые пенсионеры, будете получать пенсию и будете еще зарплату получать. И тогда бы вообще никаких проблем не было. С коммунистами солидарные представители фракции ЛДПР. Мы выразили свое, так скажем, особое мнение, свою позицию. То есть мы выступаем резко против повышения пенсионного возраста, а поскольку эти налоговые льготы, они как раз являются частью пакета вот этих всех решений, то есть в принципе они все положительные. Мы их конкретно поддерживаем, но не поддерживаем то, в каком формате вообще общая эта реформа предлагается. Законопроект о сохранении налоговых льгот был принят абсолютным большинством депутатов. Вадим Пачема, Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.